Всем привет, меня зовут Таня, я персональный стилист, на этом канале я рассказываю о своей жизни, и я уже дома, я у себя дома, в благоградной своей прекрасной комнате, и у меня тут бардак, скажу честно, потому что кто смотрел предыдущие влоги, знают то, что я доставала вещи, которые стоят на продаже для мамы, чтобы если вдруг что-то нужно будет продать, она могла это спокойно сделать. Сейчас это все выглядит вот так, вот это вот новенькое пришло, это тоже, но мы не сюда смотрим, это пипец, как бы да, доброе утро, сейчас это все надо будет по-быстрому убрать, потому что у меня по плану поехать отправить посылку, которую заказали еще, когда я была в Москве, отправим ее, потом приедем домой, 16.30 у меня рабочий сезон, Завтра я вообще иду к стоматологу, потому что я не рассказывала, по-моему, всю эту историю о том, что у меня выпала пломба, когда я ела ролл, я съездила к стоматологу, и на этом зубе, из которого у меня выпала пломба, у меня был пульпит, и у меня там практически нету зуба, то есть мне его спилили практически под ноль, И мне на место этой пломбы нужно ставить имплант. И за день или два до Москвы у меня начало что-то болеть во рту. Я не знаю, что я не понимаю, но тоже с этой же стороны, где была пломба, у меня болит то ли десна, то ли зуб. Завтра, в общем, в два часа я еду к стоматологу, который мне расскажет, в чем дело. Что? И так у меня во рту. Спасибо. Там с вами нужно какую-нибудь эту коробку от лапы, а потом нам нужно выкинуть этот букет, который здесь стоит, потому что он стоит здесь уже, наверное, месяц. Хочу сказать, что мы с вами молодцы, потому что я отправила уже посылку, выкинула мусор из комнаты, и очень жарко в городе у нас, Господи Иисусе, 36 градусов. Сейчас уже 5 часов, через полчаса буквально у меня рабочий созвон будет по поводу проекта одного. Если он подтвердится, то это будет очень классно, но хочу показать вам свой образ для созвона. И вот эту вот часть своей комнаты новую. Кто на меня подписан, знает, что я делала такую мини-переделку своей комнаты. Эта лампа, она приехала очень поздно, когда я уже была в Москве. Просто посмотрите, какая она прикольная. Мне она очень нравится. И вот такой вот у меня образ. Поскольку низ не будет видно, я подумала, что можно оставить и так. Жилетка из Зары, там у меня тоже майка Заровская, она сделала так, чтобы ее не было видно. И мое украшение. Алиэкспресс, вот это Гория джинс. Куча моих колец, как обычно. Девочки, 21 год. Вот так вот и живем. Мы приехали в Воронку, потому что Катя захотела кофе у нас в вечерней покатушке. Какой милашка. Ирж, нормально тебе, да? Да. Пока. Катя, можешь тут допить кофе? Катя, она что-то даже крыло не раскрасила. Ты можешь тут допить кофе? Останем все. Вы понимали, мы не дали ей до раскрасить. И она говорит о том, что у меня идет такой же красный карандаш дома. Катя пошла забирать карандаш в Воронке. Ну, примерно так и живем, да. А я пока в машину сяду. Ай. Моя красавица. Вообще, эта прогулка случилась совершенно спонтанно, случайно. Потому что Ирж написала, казала нас гулять. И так получилось, что Катя согласилась. У меня просто не было другого выбора. Поэтому я сказала, ладно, поехали. Что делать? Ситуация следующая. Я уже после стоматолога по ней отрезали десну. Суть в том, что у меня кусочек десны заходил на зуб. Причем с обеих сторон. С одной стороны я удалила еще в 21-м, по-моему, году. И вот вторую пришел следить сейчас. Потому что после того, как у меня выпала пломба, у меня теперь там пломба намного ниже, чем была. И я просто кусала эту десну. И она вся кровоточила. И была травмированная. Мы надеемся, что это поможет. Если боль не пройдет, то у меня есть какая-то срепец удалить восьмерку. Это уже в мудрости последний. Резюмирую. У меня опуху щека. Господи. И болит то место, где отрезали десну. Не сказать, что прям ужасно сильно болен. Оно неприятно. И как-то нормально функционировать я пока не могу. Вот. Сейчас, пока я лежу, пока мы лежим. Да, кусечка моя, бусинка. Сейчас, пока мы лежим, я... Мне нельзя пить ей два часа. Я ужасно хочу пить. Мне все равно на них. Мне просто хочу пить. Сейчас, пока я лежу, я не могу нормально функционировать. Я займусь такими ритуалами, которые у меня есть в телефоне. Пойти пооформить два влога с Москвы на ютубе от этих клиентки. Спасибо, что покушаешься на мое лицо, Тоби. План пока вот такой. Я хотела сегодня перепротекаться. По всей видимости, я этого сегодня не сделаю. Потому что я сейчас не готова пить на такое. В общем, сейчас уже вечер 11 часов. Я только более-менее пришла в себя. Я даже до сих пор не переоделась с тех пор, как приехала стоматолога. Просто сняла рубашку, в которой я была. И хочу поделиться с вами тем, что я сегодня сделала заказ в золотом дяблоке. Завтра ему надо будет поехать забрать. Потому что я не знаю, почему они не доставляют какие-то продукты из тех, что я заказала. Придется ехать забирать из магазина. И сейчас, поскольку у меня режим съехал, причем очень так нормально съехал. Я хочу все-таки перебрать свою обувь, посмотреть. Я думаю, что я, наверное, ничего от нее убирать не буду. Но хочу вообще посмотреть, что там есть. Потому что если завтра у меня приедет обувь новая уже. Я надеюсь, что она завтра приедет. А то мы поедем ее с вами забирать, мерить. Я заказала пять пар. Не помню, говорила я об этом или нет. Я сделала заказ в фран-деву. Зимняя обувь и две пары летней. Босоножки и нюля. Маленькая сводка. У меня вся обувь в коробках хранится на верхних полках в шкафу. Мы будем это как-то доставать. Я просто думаю, как это лучше сделать. Наверное, я возьму ту, с которой я уже миллион раз не упала, когда... Ой, ну, наверх. Но ничего страшного. У меня не вся обувь хранится в своих коробках. Это, наверное, не очень в какой-то степени. Но нормально. Мне удобно, это главное. У меня есть казаки. Как я говорю, я покупала их в Заре на скидках за пять тысяч. Очень пустая. Доброе утро. А! Ботинки от Бершки. Покупала их в фамилии, кстати говоря, по-моему, за 1700. Эти, кстати, от Дженни Фейри. Они лаковые. Очень классные. Я их носила со своими зелеными джинсами из Бершки. Смотрится очень классно. Те самые ботинки, в которых я ездила в Питер, в которых я рассверла себе все ноги. Когда я их брала, я думала, что это моя самая удобная обувь. Это Зара. Эти ботиночки я привозила из Грузии в прошлом году. Зара. Продолжение следует. Мини-распаковка из золотого яблока, заказала себе хайлайтер, потому что у меня его теперь нету, хватит облизывать. Вот это заказываю в первый раз, это пэды для увлажнения лица, увидела их у блогерши одной, решила попробовать, не знаю, хорошие или нет. Заказала две маски, их я уже покупала, они мне понравились очень, и заказала еще вот такую на пробу, посмотрим, понравится или нет, я всегда это буду дальше покупать. Потом заказала себе индивную пудру для лица, для умывания, тоже не пробовала, но увидела у девочки какой-то, по-моему, в рюкзах. Решила тоже попробовать, посмотрим, она писала, что помогло избавиться от прыщей, поэтому будем пробовать. Потом заказала вот такую вот маску для лица, она для пор, посмотрим, тоже не пробовала, и заказала себе сыворотку для лица с витамином С, тоже никогда не пользовалась сывороткой, которую я хочу попробовать, ага, понятно, и она была на скидке, 50% я подумала, что можно, так сказать, попробовать. Доброе утро, мир! Сегодня воскресенье, вчера я практически ни с чего не снимала, хотя мы вчера были в рандеву и заезжали в золотой яблоко за заказом онлайн, но я подумала, что я не буду там ничего снимать, потому что было очень много людей, и мы мерили это все быстро, и плюс, если я покажу вам тут, будет неинтересно, будет распаковка. А в понедельник, завтра, получается, я буду снимать распаковку, а сейчас, я буду вам свой образ, эти штаны меня слишком сильно полюбили с этим летом, мы поедем сначала на Wildberries, я вам покажу, что я буду там мерить. Кстати, голова мокрая, мне так ли не сушить, не буду, поеду с мокрой, мне все равно, у меня лето. У меня в голове лето! Просто посмотрите, как меня вчера облили. Ах-ха-ха-ха-ха. Скидки, по-моему, с небоспортом есть в Иконике. У меня есть кислоты, это мой лучший друг в Волгоградское лето, и не только лето. Я так часто его пью во время учебы, что мне кажется, что... Ну да, я, в принципе, больше ничего не пью, кроме него. Только равка, хоть зимой, когда холодно, и все. Рассказывала, что купила на ВВ, заказала расческу, свою любимую, потому что свою я оставила в Москве, дом у своей сестры, но ладно, заказала новую. Правда, пахнет она ужасно, я не помню, чтобы в прошлый раз такое было. Потом водолазка, которую мы видели, и от нашего какого-то волгоградского бренда купила скраб для тела, не знаю, первый раз их увидела. Это с кофе. Не знаю, сколько хороших, попробую. У меня тут еще не закончилось, там осталось уже совсем немножко, поэтому... Или не осталось даже, я не помню. В общем, новый скраб. В золотом яблоке купили... Маме купили крем для лица от этого бренда Около. Не знаю, как правильно, он новый. И, насколько я поняла, очень он сейчас популярен. Потом купили себе, я взяла вот такой вот блеск для губ и пудру маме от Диваж. У меня от них из этой же линейки консилер для лица. На такой ноте в своей комнате хочу закончить этот влог. К этому спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на другие мои сцены и сети. Все ссылочки я оставлю в описании. И все. Всем пока.